Первые симптомы заболевания, это у меня был тремор левосторонний, левая сторона, тряслись руки. Сейчас после операции, ну как бы у меня только скованность идёт, тремора нету, как я называю, пишу тормоза, ленив тормоз и медленный газ. О том, что болезнь Паркинсона не щадит нервную систему, Ольга Солдатова испытала на себе. Заболела 7 лет назад, от этого страдает, но старается держаться позитивно. Женщина говорит, самое дорогое – это жизнь, и надо радоваться каждому дню, особенно, когда есть возможность пообщаться. В Краевой клинической поликлинике как раз можно совместить приятное с полезным. В принципе, очень прям благодарны, что мы общаемся с такими же сотрудниками, как я называю, соратниками по нашему заболеванию. Очень благоприятная атмосфера, благодарим прям Краевую клиническую больницу. Ну и хотела бы, конечно, может быть, вперед заскакиваю, попросить наше министерство и наш губернатор, чтобы немножко больше обратили внимание на нас, болезнью Паркинсона. У нас нет такого, что пациент, для нас это как-то особенное отношение. Оно особенное, но мы стараемся максимально обстановку создать, чтобы пациент не чувствовал себя, что он как-то болен. То есть никаких таких нюансов нет. Мы максимально открыто общаемся и проблему освещаем. Пациенты у нас готовы слушать и помогать себе. То есть, поэтому школы нужны для того, чтобы решать те вопросы, которые мы не можем решить в рамках нашего маленького приема. Как уверяют врачи, от болезни Паркинсона страдает не меньше трех тысяч человек в Крае. В России нет четких эпидемиологических исследований, стандартизированных, и нет единого регистра больных болезнью Паркинсона. В связи с этим распространенность заболеваний, точно сказать, невозможная. Она варьирует в зависимости от региона и составляет от 20 до 140 человек на 100 тысяч населения. Больным Паркинсоном, кроме приема лекарств, важно следить за питанием и проявлять физическую активность. Специалисты не только читают своим ученикам лекции на эту тему, но и на каждой встрече проводят небольшую зарядку. Да, рекомендуется двигательная активность. Лично я прохожу каждый день до 10 километров. Но в зимний период немножко меньше, потому что снижается уровень. У меня огород, я вообще активный человек в этом плане, что рекомендую тоже своим соратникам. Сейчас школу посещают примерно 10 человек. Знакомство с арт-терапией для них – возможность помочь себе самостоятельно. В результате должны восстанавливаться двигательные способности, навыки ориентирования в пространстве и даже зрение. Иногда больные плохо различают цвета. Неважно, умеет человек рисовать или нет. Главное – процесс. Мы сегодня намеренно выбрали ту технику, при которой вы вообще не будете думать, как оно, что должно быть. Собственно, мы каждый мастер-класс абсолютно в нашей студии настраиваем, по крайней мере, пытаемся настроить наших гостей на то, чтобы они не думали об этом результате, потому что правильно так, как вы хотите, правильно так, как вы видите. Рисовали картинные аффирмации, работа над состоянием через самовнушение. Поэтому в завершении процесса на картине нужно написать что-то воодушевляющее или просто приятное. Если отклик на такой эксперимент найдет поддержку и покажет реальные результаты, в чем не сомневаются медики, такие занятия продолжат. Но на сегодня план минимум – просто рассказать, что иногда, держа в руках кисточку, получается держать свою жизнь. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.